Всем привет, друзья! Меня зовут Саша Джагер. Раз в год мы встречаемся с вами на просторах Ютуба, снимаем вот такое вот разговорное видео о жизни вообще, что произошло. Скоро вот мне 27 стукнет, и давайте подведем итог, что вообще в жизни произошло, что поменялось, что приобрел, что потерял. Чтобы на этот раз уже подготовился конкретно, если прошлые видеоролики, которые выходили, они были исключительно экспромтом, то есть говорил все, что в голову приходит, иногда загонялся, что-то вырезал. Сейчас же себе тезис накидал на листок, чтобы мыслей было много на тот момент, когда я это все придумывал, и чтобы они не улетели куда-то там в астрал, просто их изложил, записал. А что именно блестит? Ну потому что свет выжигающий, ебаный. Это не я блещу, это плавится, это плавится, блядь, уже понимаешь? Сейчас я заметил, что я как маятник. То есть действительно мое настроение, оно бывает иногда заключается в том, что типа, господи, зачем я утром проснулся? И вообще нафига это все? А иногда моменты такие происходят, что спасибо, что я сейчас здесь нахожусь, и это все вижу, ощущаю и так далее. 27 лет. Чего у меня вообще поменялось в жизни? Лицо стало шире. Я по сравнению с прошлым годом еще себе десяточку набрал. Опять же, да, можно сказать, что твое тело в твоих руках, но честно, ребят, я вот в своих загруженных буднях, я элементарно, я не нахожу времени, чтобы уделить его именно здоровью, там, побегать, там, спортом позаниматься и так далее. Да, понятное дело, вам тысячи спортсменов, мотиваторов расскажут, что у вас плохой тайм-менеджмент, но, ребятки, идите вы нахер, когда вы работаете там на нескольких работах, помимо еще делаете свои проекты, да, вам еще машину надо собирать и много-много всего еще, я решил сделать именно пока упор на заработок, на именно продвижение по карьерной лестнице себя, а потом уже, как плюс-минус будет оставаться там время и возможности заниматься именно с собой, там, своим питанием, сон здоровый себе наладить. Самый прикол, после выхода этого видео, дела пошли в гору. Я не знаю, с чем это связано, но, опять же, я вот там жаловался, что вот там из-за коронавируса и сейчас из-за... Я тут что, смешное что-то рассказываю? Блядь, жизнь под откос катится. Умирать скоро. У нас тут небольшое ЧП на студии произошло, у нас стоял лютый прожектор, который выжигает ебало и все вообще на свете. Он у нас перегорел, и это хорошо. Съемки стали комфортнее, но свет немножко поменялся, поэтому смысл этого ролика в том, что вот, типа, загадываешь ты, что-то там сделать и так далее, у тебя не получается. И ты от этого высаживаешься вообще в жизни, что все плохо, блин, планировал то, планировал это. А нельзя быть ни в чем уверенным, даже вот, я не знаю, в примитивных вещах, условно, там, в лампочке, в какой-то и так далее. Вот кто знал, что вот она, например, год проработает нормально, а вот сейчас именно на наши съемки въебет. Вот, поэтому пока у меня элементарно не хватает времени заняться собой, времени, желания. Я не могу сказать про мотивацию, потому что, да, понятное дело, когда я там в инстаграме смотрю, как я там выглядел пару лет назад, это мотивирует, это мотивирует как ничто другое, что, типа, ну, кем ты был и кем ты стал, как говорится. Вот, но, опять же, не все так плохо для меня, условно, не сильно себя запустил, но, скажем так, пока я не сверх, не идеальный человек. Если у меня есть свободное время какое-то, я либо делаю какие-то свои проекты, либо же занимаюсь какими-то дополнительными, там, леваками, там, дополнительной работой и так далее. С первого, получается, января, все, новая жизнь, новый год. И я ходил по работе, агитировал всех, что, типа, блин, пошли в спортзал. Ну, просто подходил к каждому коллеге, у нас на работе есть два своих фитнес-зала, вот, и получается, я каждого туда тянул, что, типа, блин, мне одному скучно, пойдем. И при том, что я был настолько заряженный, что вот, там, новый год, новая жизнь, там, все надо заняться собой, окей. И, например, я ходил, ну, старался ходить каждый день. Кто-то, да, сейчас какие-то тренера меня посмотрят, скажут, что, ты что, ебанутый, свой так организм травмировать. Ну, опять же, мне, если хочется быстро и крутого результата, то измучите себя как можно сильнее. Короче, я проходил неделю в спортзал, то есть это все было после работы, вечернее время, и я вообще ничего не успевал по дополнительным проектам. То есть у меня накопилось очень много материала для монтажа, за которые уже, там, заплатили бабки, которые надо было вот-вот уже отдать. И вот у меня на одной чаше весов, условно, моя облачная внешность, о которой я мечтал, во второй чаше весов, бабки, которые мне нужны здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас переваливает очень сильно, и поэтому, как я и сказал, в моих сутках слишком мало часов, и эти часы я трачу для того, чтобы заработать. Говорят же, что вот там, ну, кто более взрослый, семейный, вот там ты детей своих не видишь на работе, пропадаешь. Блядь, а как вы хотели? Жизнь, она на самом деле такая. Кто-то там по вахтам катается, въебывает, кто-то там в командировке, еще что-то, и да, понятно, жизнь проходит, но чтобы жить именно так, как ты хочешь, или приближенно к этому, надо тратить время свое там на саморазвитие, на работу, на еще что-то, просто чтобы у вас в семье были средства, на что жить эту жизнь. И условно, да, если вы выбираете вектор, что я отдохну когда-нибудь в другой момент, когда вот, например, заработаю миллион, тогда вот пойду и накачаюсь, к примеру. О, то может быть и такое, что времени элементарно не хватит. Был момент, когда я просто вот иду такой, кашляю и задыхаюсь. Да похер, у меня съемочки. Я, ну, я еду работать. Лучше не болеть, потому что проснулся херово, на работу пошел херово. Вот херово работаешь, а это все плохо. Да, понятное дело, когда-то мне было 20, я там не представлял вот именно свою жизнь, какая она сейчас. Говна, ребят, много на самом деле происходит, и не обо всем расскажешь публично. Вот. Я могу даже сказать, не обо всем расскажешь родителям, родным, потому что, ну, бывает такое, что это исключительно там какие-то ваши проблемы, ваши траблы, и окей, я заварил, я решу. Все так, например, радужно и красиво, как там это все выкладывается в Инстаграме, но, тем не менее, вот за прожитые года я научился принимать тот факт, что, например, что посеял, то и пожал. То есть, да, понятно, бывают такие случаи, когда там ты такой мягкий и пушистый, никому, там, например, дорогу не перешел и так далее, а с тобой вот херово поступают. Ну, бывает такое, да, типа люди любят пользоваться именно добротой и простодушием. Опять же, по большей части карма, это, ну, не то, что сейчас, знаете, такое прям что-то из терминологии, там, что-то о высоком, о духовном. Нет, ребят, я вот по сей день ни во что не верю. Вот. Просто как вы к людям относитесь, как вы себя преподносите, так и, собственно, они к вам и будут обращаться, будут также в ответ вам реакцию давать и так далее. То есть, если вы не подставляете, не говните людям, то, да, вы будете ожидать от них такой же помощи, такой же выручки в любых вопросах и, ну, как бы, это логично. То есть, мир на этом построен. Особо не стоит, знаете, цепляться за людей, потому что я могу сказать, те люди, с которыми я общался год назад и те люди, с которыми я общаюсь сейчас, по большей части, это разные люди. То есть, вот я вам про что говорю, что люди приходят, уходят. Они цикличны. Вы также в жизни какого-то человека вы то появляетесь, например, вот, я не знаю, вы вместе работаете над каким-то проектом или просто там где-то познакомились летом, там, автолюбители и так далее, а тут бац, он всю машину продал, у вас пропал общий интерес. Но по факту в моменте вам было прикольно, вы с ним общались. Но на следующий год у вас уже такого не будет, потому что там, он там пересел на мотоцикл и так далее. Я просто в пример привожу, что примите это по-взрослому, что типа не так, что, о, блядь, как так? Это нормально. То есть, все ок. Это если я, например, в 22 года такой думал, блядь, как же я без своей любимой женщины, я так по ней буду скучать. Да, ребят, нормально, время лечит. Скоро, надеюсь, как и вот с этой всей шляпой, я накатаю себе тезис на сценарий и также вам все расскажу, что со мной происходило в момент лютой глубокой депрессии, когда, да, действительно, я пускал сопли и думал, как же так, за что так жизнь со мной поступает. Жизнь настолько закрутилась в тот момент, когда вот именно я сказал, что ребята, все хуево. Да, это не значит, что я вас тоже типа такой говорю, вот там, признайтесь, что вы херово и скучно живете, у вас все попрет в гору. То есть, я не знаю, с чем это связано, но вот именно вот с этой вот точки, когда я подумал, что, да, блин, все, короче, скучно и так далее. Нет, все нифига не скучно пошло. В 22-м году мы, наконец-таки, собрали мечту идиота. Это громкая машина с громкой басухой, с ярким внешним видом. То есть, все условно делалось по дешману за, я не могу сказать, что за ноль рублей. То есть, бабки уходили, причем последние там, например, выбрать между тем, что там, например, вложить в машину и опять же заправить ее, или там вопрос между тем, там, пожрать или еще что-то, я выбирал первое. То есть, типа, для меня вот хобби это все было. Собрали мы ее, покатался я вот этот вот весь сезон, летний, летний, осенний. Вот очень много посетил всяких соревнований, фестивалей, познакомился с людьми. Есть очень много там хороших, полезных знакомств. Я могу сказать, что вот, что ты вот на машину работаешь и в какой-то момент она вот твоя визитная карточка. Говорю, все круто, машина радует, но опять же, ей 11 лет и, понятное дело, там без поломок никуда. Вот, сейчас, например, я опять же на студию приехал на такси, чтобы, опять же, лишний раз не дергать машину, потому что там очень еще много вопросов как и по двигателю, так и по внешнему виду. Но все это мы будем в ближайшее время марафетить, опять же, всему свое время. То есть, опять же, тут надо выбирать между работой, занятием собой, занятием машиной. И вот, опять же, все в одно сходится, что в сутках слишком мало часов. Про личную жизнь. самая такая наболевшая тема. Я в прошлом видео тоже затрагивал ее, что надо именно вставать на путь истинный, семью создавать, жить с кем-то. Ну и причем, ну это вполне осознанно, мне же 27 лет, то есть, мне же там не 18, что там, о, я все сразу там хочу побежать, жениться и так далее. То есть, ну, по факту, ну это примерно средний возраст, там, да, да, для создания семьи и так далее. Но я понял, что я не готов. Как морально, так и материально. Знаете, я, наверное, у меня даже была попытка совместно жить с человеком, съехались как-то с подругой, но я в моменте понял, что я слишком ценю свою свободу. Я, ну, я долго жил один. Когда захотел, там, лег спать, когда захотел, вернулся домой. И я проживаю именно свою жизнь, то есть, ни с кем-то в тандеме. И, ну, наверное, для меня вот это сейчас превыше, чем какой-то, я не знаю, там, вклад в будущее и так далее, мораль. Короче, я не, опять сейчас, знаете, в такие в дебри, что типа, вот, блядь, не хочу ни с кем жить и так далее. Ну, блин, ну, реально так. То есть, как я всегда говорил, мне в голове 16 лет. Ничего не поменялось, ребят, вот вообще ничего не поменялось. Просто появилось чуть больше знакомых, чуть больше шишек на голове и все. То есть, ну, условно, поднабрался опыта, но в башке вся та же мысль. Типа, блядь, заработать миллион, ничего не делать и все, чтобы круто было, все, чтобы было, по-моему. То есть, да, сейчас у меня там нет в голове такого плана, что, блин, вот срочно надо после себя оставить потомство. А самый прикол, какой, знаете, я единственный со своей фамилией в семье, кто может просто ее продолжить дальше, потому что все остальные родились девочками. Хотите приколоться? А я вот, а я вот сижу, я ебланю. Ну, типа, все. Моей фамилией скоро может не стать, вот именно вот из моего региона. Удивляюсь людям, которые долгое время живут вместе и им не надоедает. Меня вот бытовуха, честно, сожрала. Да, кто-то может сказать, что, ну, видимо, это не твой человек, не с тем попробовал и так далее, но не знаю, а какой человек должен быть? Ну, типа, подруга, это твой, ну, как бы лучший друг, только с сиськами. Правильно же говорю? Правильно. Вот. Ну, я не знаю. Мне, опять же, мне лучше быть одному. А моей подруге сделали предложение, они там 3 месяца простречались. Ну, блядь, ну, я не такой. Ну, я прям прямым текстом так и говорю. То есть, ну, меня, конечно, люто обижались, но сейчас не знаю, о чем. Сейчас ничего не понятно, что дальше происходит. Про вредные привычки. Я могу и похвалиться, и тут же себя закопать. Первое, я бросил курить. У меня до этого была всегда мания именно к электронным сигаретам. Я помню в моменте, когда подсел на вейп, я очень любил его попарить, там, неважно, никотиновая, не никотиновая херня. Вот, просто вот, чтобы что-то вот именно во рту что-то вкусное было. И я не про член. Вот. Ладно, шутки. Короче, курить я бросил. Да, похлопаю мне, похлопаю, да, бросил курить. Короче, начал пить много. Практически каждые выходные я нахожу компанию, я нахожу повод, я нахожу локацию. И просто, ну, условно, до пяти утра, там, в каком-нибудь клубе. Приезжаешь домой бухой, в полу, в полу, таком, знаете, дурмане, а, например, на следующий день тебе надо где-то быть, надо что-то делать. А ты полдня просто не можешь акклиматься, проснуться. Вот. И такой вот образ жизни у меня был, ну, вплоть, наверное, до прошлой недели. И сейчас я, ну, понял, что, опять же, в сутках мало часов и время на то, чтобы лежать, условно там, отходить от алкашки, у меня нет. Одна ушла, другая пришла, но и от нее мы стараемся отказываться, потому что времени, времени мало, мало, чтобы жить. Вот. Да, конечно, круто под алкашкой находиться, когда, условно, у тебя там плюс 10 пунктов харизмы и общительности появляются, но на следующий день, условно, это такой кредит, кредит, который вы берете у своего же собственного здоровья. То есть, ну, на следующий день сложно быстро стать дееспособным. Ну, а про наркотики, как бы я вам говорил, у меня отношение к ним не поменялось. Вот. Все так же с презрением и, например, если кто-то в компании в открытую что-то употребляет, то, ну, наверное, это не моя компания, потому что работа крутая, коллектив хороший, помогают, вручают. Ну, что могу сказать, в кайф, я нашел свое место. Вот. Осталось найти способ, как в этом месте заработать миллион и все, круто будет. Ну, и в целом, как я и рассказывал, много проектов, много ивентов было по новым знакомствам, по старым каким-то связям и так далее. То есть, я, например, давным-давно уволился с хоккейного клуба автомобилист, но я за это время успел и там еще поработать. Ну, просто выходные мне поступает звоночек, алло, Саня, надо, надо видео снять. Я такой, а, погнали, я впишусь. Вот. Прямо вот из крутого могу сказать, что я отснял стадионный концерт в Нижнем Тагиле, специально ездил туда, там, что-то от ЕКБ Тагила 200 КМ. Опять же, на GSPD, которого снимаем сегодня. Ну, про блогеров-миллионников я вам рассказывал. У нас единственное, что не получилось долгого сотрудничества, так как именно с началом мобилизации у них появились кое-какие вопросики и они благополучно уехали из страны. Вот. Но тоже был лютый опыт, получается, полноценная съемочная смена, то есть там мы в 9 утра приходим, в 6 вечера заканчиваем, и причем я понял, что с детьми работать очень сложно. То есть это был детский контент условно там наподобие там мистер макс, то есть ну просто для детей, для тинейджеров, для подростков контент. Вот. Но опять же, тоже было интересно вот поработать именно с мастодонтами в своей сфере, то есть у них там несколько каналов и суммарно у них там аудитория за 30 лямов переваливает. Вот, получил опыт, получил бабки, идем дальше. по концертам я тоже вам рассказывал, что со многими кумирами, жал им руку, все, все было круто. И, знаете, вот тоже вот сейчас вот вроде рассказываю, что ну по факту ну жизнь-то прикольная, интересная и а что я стрессую? ну все нормально. Работа нравится, бабки получаешь, получаю. На все хватает, не на все, ну бывает какие-то дополнительные доходы появляются. Все по-честному, типа с криминалом никак не связан, ничем не обременен, там не не браком, не детьми. Ну тут по факту живу по-честному. Если так выразиться. И тут я, да, у меня, знаете, щелкнул так в голове, что нехуй стрессовать. То есть перепады, да, бывают. После какого-то там лютого концерта, масштабного мероприятия, на котором ты побывал, поработал, поснимал, понятное дело, потом в потолок смотреть. Как-то большой контраст. И ты такой думаешь, блин, а вот почему каждый день вот такой яркий, насыщенный не может быть? Он не может быть. Поверь мне. Вот. И просто вот возраст у меня такой пришел, что я научился это принимать. Что типа условно есть одна сторона медали, а есть другая. Например, есть какая-то лютая тусовка, а есть то, что будет после тусовки. А после тусовки, да, будет не хватать какого-то там общения, какого-то лютого угара и так далее. Давайте, наверное, я вам могу сказать лирическое отступление. Я никогда на эту тему не говорил про родителей. Я, короче, прошлым летом, я не самый такой лютый желанный сын. То есть, у меня бывает такое, что я могу год, например, дома не появляться и в целом все окей. То есть, как бы у меня в жизни ничего не меняется от того, что я, например, не вижу своих родственников подолгу. То есть, это как эгоизм получается или еще самостоятельность. Ну, в общем, не такие сильные узы, не такое сильное у меня именно рвение увидеть там свою родню и так далее. Меня больше волнует типа, что я буду делать завтра, на что я буду это делать и останется ли у меня что-то на послезавтра. То есть, я думаю, у взрослых людей и именно все так и происходит. У меня за этот год, короче, не осталось ни бабушек, ни дедушек. То есть, еще принимаем такой факт, что люди уходят. Те, к которым вы привыкли, с которыми есть какие-то там теплые воспоминания, радостные и так далее. Вот, они останутся только воспоминаниями. И то, что я вот именно вам хотел донести, чему меня возраст сейчас научил. У меня, как и у любого человека, есть много вопросов и обид, например, к своим родителям. и я их сейчас отвожу в сторону, ну, в плане именно какие-то свои там недоговоренности и так далее. И стараюсь, ну, вести адекватный, хороший диалог, чтобы, опять же, короче, я очень боюсь, что, если будут какие-то негативные диалоги, и что, а прикиньте, он станет последним. на каком вы высаде тогда будете, когда вы, например, своим родителям, например, в каком-то в последнем сообщении или в последнем созвоне, просто наговорили всякой хуйни. Представьте вы, как всю жизнь себя будете терзать за это. Поэтому, улыбочку на лицо, родители старенькие, я уверен, у меня, у вас, кто со мной одного года и так далее. Они у вас одни, какие бы они ни были, их может скоро не стать. Вот, и поэтому просто принимайте тот факт. Я не говорю, типа, вот, блядь, все, короче, храните их морально и так далее. Ну, так проще. То есть, ну, когда вы готовы, что, типа, каждый ваш диалог может быть последним, тем более, я говорю, что я у себя на родине появляюсь раз в год. Это неделя, полторы недель. Все. То есть, ну, по факту, я сейчас живу полностью самостоятельной жизнью. У меня нет ни прошлого. Я только вот живу настоящим. В будущем там хер знает, что получится. Вот. И, ну, давайте я, короче, вот сейчас я зачитаю. Ну, потому что у меня сейчас сумбур мысли идет. Я уверен, что грустные моменты еще впереди, так как родители с годами не молодеют. У меня, например, сейчас нет ни бабушек, ни дедушек. Детство ушло, скажем так. Остались только воспоминания. И в какой-то момент мне страшно поднимать трубку от родителей. Вот. Потому что мы в основном переписываемся, не тратим время, скажем так, на разговоры. Вот. И если мне набирают все-таки, то это значит, что-то произошло, что-то серьезное. И вот я боюсь того момента, когда не станет кого-то из родителей. Да, понятное дело, я там не самый лучший сын, там, уехал, живу далеко, именно живу своей жизнью. Увидимся мы не так часто, внуками не радуют. То есть, я по факту, ну, занимаюсь своей фигней. То есть, что там, видосики снимаю, автозвуком и так далее. То вот, что именно мне интересно. Но вот в эти моменты я силен. Знаете почему? Потому что я именно решаю свои вопросы и проблемы. Я понимаю, что если я споткнусь, оступлюсь где-то, то у меня, например, будет вариант вернуться туда, к себе на родину. У меня будут люди не заинтересованы там в моем финансовом положении, в моем физическом положении, которые, ну, просто вот могут стакан воды принести. Вот. И вот в эти моменты я силен. Когда, опять же говорю, все исключительно я проживаю свою жизнь. Но я знаю, что у меня там есть тыл. Я об этом и родителям тоже говорил, но в более эмоциональной форме и, ну, я не знаю, со слезами на глазах. Вот. И но когда их не станет, да, впереди будет лютая депрессия. Ну, я это, ну, условно я это предвскушаю, что типа там у одного там близкого человека не становится, у другого и так далее. И очень, наверное, страшно, как я уже ранее упоминал, оставить недоговоренность. То есть, там, с отцом вы, например, что-то хотели бы обсудить. Ну, например, работу, будущую жизнь. А вы, например, не обсудили. И как там во многих песнях пелось, что типа вот там не успел отцу сказать последнее слово и так далее. это, наверное, никому я этого не желаю, но, возможно, это коснется каждого из нас. И, ну, просто вот в моменте это, просто будьте готовы к этому моменту. Вот, что могу сказать. Ну, опять же, в пример. Прошлым летом я приехал к себе домой и я своего отца начал воспринимать не как мужика в возрасте, а как дедушку. Действительно, я в нем дедушку увидел. Морщин много появилось. Там, я не знаю, кожа как-то обвисла. И, ну, это не тот человек, да, который у меня там был в голове. Вот, я образ рисовал там. всегда. У вас же, ну, всегда есть отпечаток. Вот, по каким характерным чертам вы там запомнили человека у себя в голове. Там зрительная память, восприятие в целом. Сейчас все, сейчас оно поменялось. То есть, мой папа возраста дедушки. И, типа, это херово, потому что, ну, как правило, года идут, там появляются какие-то новые лютые проблемы, болячки и так далее. И я вот, ну, говорю, что очень тяжко и плохо будет, когда вот сейчас все спокойно, но когда вот жизнь начнет бить ключом и трясти в негативном плане, что надо просто морально быть к этому готовым и не растерять все то, что есть вот именно вот сейчас. Надо успевать все и везде, и с родителями хорошо общаться, и жизнь свою именно честно вести. То есть, никого не обманывать, потому что, ребят, жизнь, она настолько циклична, что вы наебали, вас наебут. То есть, ну, это вполне нормально. вы хорошо к людям относитесь, вам тем же ответит, поверьте мне. Хотел, знаешь, позитивный ролик снять, но так получилось, что, опять же, ничего позитивного нету, но, опять же, я к этому начал относиться более, ну, с такой, может, с иронией, типа, да и ладно, это нормально, это норма.